В 2011 году в Следственное управление по Тверской области поступило более тысячи сообщений о известном исчезновении граждан. Эта цифра нисколько не увеличилась по сравнению с предыдущим годом. Так, не удалось установить местонахождение за 2011 год 60 человек. Из вот этой общей суммы более тысячи человек. Если говорить о детях, как в прошлом году, так и в нынешнем году, несовершеннолетние пропадают очень часто. Как правило, это дети из социальных учреждений, которые совершают не один побег из этих социальных учреждений. За текущий год было возбуждено уже несколько уголовных дел, связанных с безвестным исчезновением граждан. Это самая сложная категория пропавших людей, когда обстоятельства их исчезновения дают нам возможность предположить, что в отношении них было совершено преступление. Это настолько известные примеры, как Сергей Голосов, это пропавший из Калининского района Остры, это Елисеева, пропавшая из Заворского района города Твери. Обстоятельства исчезновения этих людей, они достаточно загадочные, и при всем при этом дают основания все-таки полагать, что, возможно, с ними что-то случилось, и что они недобровольно покинули свои семьи. В категорию безвестных исчезнувших граждан также входят и люди, которые умышленно покидают свои семьи. Это уже взрослые, совершеннолетние люди, которые решают таким образом, так сказать, сжечь все мосты, обрубить все концы и просто исчезают из дома. В последнее время к поиску пропавших без вести активно подключились волонтеры. Они работают в тесном взаимодействии с нами, то есть мы, конечно, выражаем большую благодарность, у них большой потенциал. Не хотелось бы комментировать слухи, однако они уже переросли в область паники на территории Тверской области, касаемой передвижной медицинской лаборатории, которая якобы похищает людей с целью изъятия органов для дальнейшей пересадки. Во-первых, официально хотелось бы заявить о том, что на территории области ни разу не было обнаружено тело с отсутствием каких-либо внутренних органов. А во-вторых, конечно, этой панике поддаются те люди, которые не совсем понимают, что такое с медицинской точки зрения изъятие органов для дальнейшей пересадки. Хотелось бы обратиться ко всем, кто распространяет эти слухи и кто, читая эти слухи, верит. Не нужно поддаваться панике. Подобных случаев на территории Тверской области не было. С точки зрения волонтеров, как обстоит ситуация с пропадающими людьми в Твери? На данный момент ситуация, если считать, начиная с пропажи Сережи Голосова, особо не изменилась. Люди также пропадают, но сейчас, благодаря волонтерским движениям, это приобрело широкий резонанс. Что касается находок, то как таковых их нет. У нас в данный момент актуальными пропавшими числятся Елисеева Валентина Борисовна, Жигарев, Острый Владимир и ряд других лиц. Пока ситуация такова. Что касается различных слухов о нахождении тел с различными повреждениями, в частности без органов и так далее, то есть какие-то ужасающие вещи, которые рассказывают и которые идут по городу, такого нет. Мы не можем подтвердить эти случаи. За все время существования нашего отряда такие сведения к нам не поступали, и мы сами их никогда не видели и не слышали.